Английский-то я знаю, что у вас безупречный, что вы себе переговоры ведёте сами. Я веду сама, конечно. Почему, конечно? Ну а что разве-то сегодня в наши дни редкость? По-разному бывает. Я жила в Лондоне полтора года, но на самом деле мне в плане языка очень хорошую базу дала английская школа, в которой я училась, когда мне было 8 лет. Просто так получилось, что с 9 лет я училась уже в Вагановском училище в Санкт-Петербурге, в балетном. И там преподавали французский язык, потому что все эти Гран Батман, Батман, Дюрон, Дежан Портаж, все это на французском. Ну а потом последние три курса почему-то решили директора школы, что надо вернуть английский. И мне очень помогла эта база. Ну и потом, конечно, гастроли, жизнь в Лондоне, это всё. А дочь где учится? Она учится в гимназии Надежда, которая находится на Алтуфимской шоссе. Как ей в гимназии, как вот, допустим, её товарищи, подруги, соученики реагируют на всякие скандальные ситуации, в которые её мама попадает без конца? Вы знаете, сейчас пока, слава богу, никак никто не реагирует. Меня очень любят её одноклассники. У Ариши потрясающий класс, у них шесть мальчиков, вернее, пять мальчиков, и она одна шестая, это девочка. Представляете, она окруженна. Неплохо она устроилась, да. У неё есть любимый мальчик, кстати, в этом классе, его зовут Сергей. Они дружат вместе всё время, и тоже Серёжа к нам приезжает в гости, а лишь к нему. Вообще очень хорошие ребята, и я дружу вообще со всеми школьниками, которые там в гимназии. А с каким мальчиком вы дружите сейчас? Я сейчас... Да, ну, как же. И вот знаете, я дружу. Если у дочери есть мальчик, то в чумах. Я вообще очень дружелюбный человек, я могу сказать, что у меня действительно есть друзья. Вы знаете, насчёт дружелюбности есть люди из шоу-бизнеса, которые не согласятся. Я думаю, что Валерия всё-всё пригодна, которых вы назвали политическими проститутками, вряд ли. Не, вы, слава богу, кстати, с ними выяснили момент. Я действительно тогда не разобралась и попросила прощения за то, что я так эмоционально отреагировала. Вы знаете, это ещё хуже, потому что, ну, смотрите, здесь, мне кажется, если уже как-то что-то произошло, совершилась какая-то ошибка, надо вот этой линии придерживаться. То есть вот вас бы кто-нибудь оскорбил бы, потом бы извинился бы, потом вот как бы вы бы реагировали? Вы отходчивый человек? Вы знаете, я вообще очень отходчивый человек, на самом деле я не держу обид в своём сердце, но, как вы говорите, надо всегда придерживаться линии. Не то, что линии, но мы же все люди, и мне кажется, каждому человеку свойство на ошибаться. Я человек, ну, во-первых, я женщина, да, я очень эмоциональное создание, правда. И очень иронимое с одной стороны, с другой эмоциональное, зачастую так чрезмерно эмоции свои выплёскиваю. Но мне кажется, вы знаете, протянуть руку мира или сказать «извините» или сказать «прости» – это тоже своего рода сила. И я считаю, что если, например, понимаешь, что поступил не так, то лучше об этом сказать или признаться, чем таить обиды. Ведь зачастую мы обижаем тех людей, которые нам не сделали плохого. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».